Ожирение в масштабах эпидемии. Неутешительная тенденция наблюдается и в Забайкальском крае. Число пациентов с диагнозом ожирения за год увеличилось на 40%. Только на учете в краевой клинической больнице состоит более 10 тысяч человек. На самом же деле людей с избыточной массой тела гораздо больше. Настораживает и то, что ожирением все чаще страдают молодые люди. Причиной тому в основном злоупотребление вредной пищи и малоподвижный образ жизни. Наследственная предрасположенность эндокринной заболевания причиной избыточного веса становится нечасто. Читинские медики ведут войну с ожирением. К примеру, в учреждениях здравоохранения работают школы здоровья, где пациентам помогают определить, находятся ли они в группе риска. Проблема ожирения состоит в том, что человек не осознает, что у него заболевание, до тех пор, пока не приключится что-то такое серьезное, вроде инфаркта, инсульта. У нас практически в каждой поликлинике есть по одному, по два эндокринолога. Работают с этим и терапевты, и гинекологи очень активно, потому что это и репродуктивное расстройство, и онкологическая заболеваемость, я еще не сказала, помимо метаболического синдрома. То есть стационары также имеют и школы для больных с ожирением, и госпитализируем, но в основном мы уже госпитализируем с осложнениями. Как правило, ожирение ведет к более страшным последствиям, среди которых риск развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабета. В борьбе с ожирением важен комплексный подход. Это помощь эндокринолога, диетолога и психотерапевта. Ведь лишние килограммы очень часто становятся следствием стрессов.